Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствует на своем канале. С вами Витарган177. Сегодня у нас будет на обзоре BMW 525i E34. Вы знаете, вот если говорить о BMW, вот лично мне вот этот автомобиль, наверное, нравится больше всего. Вот именно E34 это прямо, блин, самое, наверное, охренительное BMW, которое я хотел бы иметь, блин, в реальной жизни. Ну, я, конечно, понимаю, что время прошло, модель устарела, но, знаете, чисто по кайфу, чтобы на такой машине ездить, блин, вот, наверное, стоящий автомобиль. Можете написать также в комментариях, захотели бы вы себе E34, вот именно 525, 2,5 литра двигатель, инжектор, блин, ну, поди хреново, поди хреново. Вот это вот классическое исполнение, вот именно вот это вот BMW, оно у меня вот вызывается в такую своеобразную ностальгию. Именно вот такая BMW, вот как по мне, она самая охрененная. Не то, что сейчас там какие-то все, какие-то космические, да, машины, там они вытянутые, там они зализаны, там они застряны, тут они затуплены. Вот, ну, блин, ну, вот это вот, знаете, вот прямо вот, я считаю, шедевр, шедевр просто дизайнерского решения, вот, в плане внешности BMW. Блин, она просто вот настолько крутая, я считаю, эта машина. Администратор заспаунил мне этот автомобиль, я, в принципе, даже и не просил его об этом, вот, но он заспаунил там с другими автомобилями. Блин, не ожидал ее увидеть, на самом деле, думал как-нибудь потом, но я, честно говоря, очень рад, рад этому автомобилю, прямо вот безумно. Я тут посмотрел на небо, просто думал посмотреть, где там у нас солнышко находится, успели я до вечера, понял, что солнышко-то у нас здесь как бы особо не видно, натянули тучи, а по итогу еще и дождь пошел. Вот, к сожалению, вот такой прекрасный автомобиль, придется записывать обзор в такую дождливую погоду. Ну, ладно, я думаю, от этого обзор хуже не станет. Ладно, давайте приступим, давайте посмотрим вообще, что да как у нас в этом автомобиле. Подкапотка, ну, симпатично, достаточно, все очень неплохо детализировано, даже, смотрите, болты на чашках детализированы, да, то есть, вот они, они, болты, пожалуйста, все это сделано, бачки всевозможные, гидроусилитель, все дела, я так предполагаю. Да, или это расширительный, для расширительного как-то маловато, наверное, я, честно говоря, даже не знаю, где расширительный бачок, наверное, может быть, вот это для расширительного бачка, судя по шлангам, которые уходят куда-то там в район головки двигателя, да, возможно, это именно вот это расширительный бачок, возможно, но я могу ошибаться. Ну вот, вот это, мне кажется, все-таки это гидроусилитель, скорее всего, где тут, конечно, вот это, наверное, типа масляный фильтр, что ли, да, там где-то у нас, наверное, главный тормозной, сцепление плюс, да, то есть, стоит. У нас также здесь визуализирован радиатор, а аккумулятор, по идее, должен быть в багажнике, да? Нет, хрен, у нас здесь нет. Возможно, они где-то прячутся вон там, эти аккумуляторы, я не знаю, ну, мы, к сожалению, об этом уже не узнаем, потому что здесь ничего, к сожалению, больше не открывается. Ну, двери, естественно, они открываются, анимации дверей присутствуют, 4 человека посадки, 3 пассажира плюс водитель, дождь закончился, но туча стала, по-моему, еще больше. Вот. По вместимости. Честно говоря, хотелось бы видеть больше. Ну, в плане не то, чтобы багажник больше. Багажник здесь, прямо, что называется, на пределе совершенства. Тысяча слотов багажник, Ну, вот, в остальном всего-навсего один ящик, один рюкзак, ну, а остальное, в принципе, вместительности не имеет, будь то кассета, будь то оружие, будь то канистра. Ну, естественно, у нас здесь различные кузовные элементы присутствуют, да, там, также радиатор, фигатор, там, и так далее, там подобное, чтобы машина ехала. Блин, суммарно, ребят, 1150 слотов. Я вот перед этим записывал обзор на эту самую, да, на семерки, шестерки, там, четверки. Ну, вот, в четверке, ребят, у нас тоже 1150 слотов. Вот. А, не, вру, 1100 слотов в четверке. Вот. И в семерке полноприводной там тоже 1100 слотов. И здесь, ребят, блин, 1150. На 50 слотов всего-навсего больше. Ну, так хотелось бы, чтобы мне было... Слушайте, как стемнело-то, мать, честная. Я чувствую, сейчас ливанет, прям так, как из ведра. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы в этом автомобиле было немного побольше слотов. Ой, сорян, не туда нажал. А что, с этой стороны, давайте, как тебе закрыть-то? А вот он. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы слотов было побольше, чтобы спрос на автомобиль было больше. Вот. То есть, все-таки машина-то, она, знаете ли, такая прям... Ну, конечно, я понимаю, что она седан, да? Это не универсал. Вот. Но, тем не менее, блин, ну, хотелось бы, чтобы побольше было. Я не знаю. Там, пускай бочки на сиденье стоят. Пускай место будет меньше сидячим. Ой. Звук двигателя. Ну, достаточно приятный звук двигателя, неплохой. Я бы даже так сказал бы. Ого, ого. Смотрите, какая она у нас бодрая. Стрелки у нас анимированы, будь то спидометр, будь то этот самый. Тахометр. Ух ты, ничего себе. Пушка-гонка, ребят, смотрите. Пятая, пятиступенчатая коробка у нас. 160 у нас показала, и потом мы с вами выскочили на траву, к сожалению. Блин, ну она очень бодрая, ребят. Дождь льет, как из ведра, просто как из ведра. По травке едет очень неплохо. И управляется неплохо. Звук рабочей подвески присутствует. Кстати говоря, я не сказал на обзоре про того, когда я записывал обзор на классику. Вот, там у некоторых классиков тоже рабочая подвеска была. Ну, шлифований не было. Ай-яй-яй-яй-яй, ты куда? На травку не надо. Почти в отсечке. Ох ты, аж попрыгнули. Удержали машину. Удержали, мы молодцы. Ну, в целом, классная тачка. Я ничего не могу плохого сказать за этот автомобиль. Лично мне машина эта очень понравилась. Я думаю, желающие приобрести не расстроятся в целом. Ну, чисто визуалка, да. Кому-то, конечно, может быть, больше понравится классический стиль отечественного автомобиля. Да, вот на обзор, на который я записывал предыдущие тачки-то были. Вот, кому-то нравится действительно вот что-то вот такое вот баварский кар какой-нибудь, да. Такой именно из 90-х, что называется. Ну, вот. Лично мне этот автомобиль очень нравится. Да, вот если бы я выбирал бы между семеркой и BMW, я бы взял BMW. Вот, честно, машина просто офигетительная. Очень красивая, очень брутальная. Так что, ребята, рекомендую однозначно. Все, на этом я закругляюсь. Огромное спасибо всем за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем. Не забываем писать комментарии и вступать во все, что поступается. Ссылки на это присутствуют под видео. И всем спасибо за просмотр. И всем пока.